Всем привет, ребята! Давно мы с вами не виделись, ну где-то, наверное, дня два точно. Не знаю, что со мной произошло, но как-то так я чуть-чуть выбилась из колеи. Сейчас мы собираемся пойти по делам с Каролиной. Я уже оделась, у нас сегодня очень тепло, такая хорошая погода. Может быть, мы потом еще погуляем, не знаю. Я надела свое любимое платье, которое я вот покупала в Корее. Оно мне очень сильно нравится, и мне было жалко то, что здесь как бы я его очень мало ношу, потому что погода не подходила сегодня. Прям такая хорошая, солнечная погода, ничто не предвещает, никакой грозы. Хотя вчера-позавчера у нас и дождик был, и вообще такая странная, в общем, была погода. И настроение, мне кажется, тоже из-за этого у меня было, ну, шаткое такое. Больше метеозависимое я опять становлюсь. Сейчас здесь разбирала свои вещички. Ну, в принципе, как обычно. Хотела вам показать одну посылку, которая ко мне пришла. Да, кроссовки. Это вообще просто бомбовские кроссовки. Так темно стало. Сейчас покажу вам то, что ко мне пришло. Ну, наверное, дня два или три назад. И, короче, мы так угорали с мамой. Потому что эти кроссовки изначально заказывала себе я. Вот так вот они выглядят. Смотрите, какие классные. В общем, изначально посылка ко мне пришла, значит, в почтом пакете таком. Ну, естественно, пока она ко мне дошла, вся коробка помялась. Это кроссовки Фила. Модель называется Фила Рэй. Вот. Они были здесь вот так вот красиво сложены, упакованы. Я когда на сайте их заказывала, ну, думаю, раз уж у меня дезрапторы есть такие, знаете, более розовые, которые можно будет и под платье надеть, мне нужно что-то такое более спортивное. И увидела новую расцветку. Голубые с желтыми. Я до этого такой расцветки не видела. Именно эту модель у Вики. Они идут в классической версии. То есть здесь у нее серебристая полоска и, по-моему, синяя. Ну, вот типа как у Каролины, только у Каролины дезрапторы. И я такая думаю, надо их заказать. Заказала, значит, пришли они ко мне. Они такие классные. Я их еще не зашнуровала. Но когда они ко мне пришли, я увидела, блин, так круто смотрится. И тут заходит мама, значит, в комнату и говорит, какие классные кроссовки. А у нас с ней один размер ноги полностью совпадает как по длине, так и по высоте. И, короче, вообще идеально. Я говорю, ну-ка, на ты пример. И так они хорошо сели, подошли. Я говорю, ну, забирай, говорю, эти кроссовки себе. Классные такие. В общем, заказывала я их на том же сайте, где я заказывала, помню, кроссовки и Вики, и себе заказывала. Оттуда вообще приходят классные вещи. Классные кроссовки, по крайней мере. Я заказываю это уже пятую или шестую пару. И вот еще ни разу я не была как бы разочарована. То есть всегда все круто. И, значит, мы решили, что эти кроссовки дам маме, и она будет их носить. Вы не удивляйтесь, у нас мама модная. Она носит классные кроссовки. И вообще вот такие кроссовки греха не любить. Они как облачки прям. Вот кто думал покупать себе Филла Дизраптор или Филла Рэй, то, в принципе, разницы нет. Вы посмотрите уже сами. Просто Филла Рэй, мне кажется, они такие более аккуратные, более нежные. А Дизрапторы именно такие, как тракторные, знаете, кроссовки. Но что эти, что эти. Они обе модели удобные. И при этом у них мягкая подошва. То есть все отлично. А вот, это они с кем-то коллаборацию делали. Я даже не знаю, Фолдер это что такое. Вы мне напишите, а то я чайник в этих делах. Так что эти кроссовки я дам маме. Пусть она носит их, а я себе потом закажу какие-нибудь, может быть, другие. Ну, может, для фотографий несколько раз я надену эти кроссовки для каких-то образов. Вот максимум что. И я знаю, что будет очень много вопросов, поэтому ссылочку вы найдете в описании. Так что развернете, посмотрите. Сейчас нам уже пора выходить из дома. Время почти 12. И мы пойдем. Я, наконец-то, кстати говоря, обновила обои на своем рабочем столе. В этот раз я решила сделать зеленые обои. Не знаю, почему-то захотела смотреть на травку. Может быть, это потому что лето сейчас. И я вообще такой человек, что очень редко меняю обои. То есть что на телефоне, что на компьютере, раз в полгода это максимум. Я не знаю, может, я одна такая. Напишите в комментариях, как часто вы вообще меняете обои на телефонах или же на рабочем столе на компьютере. Часто ли это у вас происходит или тоже редко. Мне хотелось бы чаще это делать. Просто я не всегда на это обращаю внимание. И даже как-то, я не знаю, не задумываюсь над этим. Вот как есть, так и есть. У меня поэтому одни обои могут стоять и по полгода. Максимум, что я делаю, это я всегда вот этот вот чищу отдел на моем рабочем столе и убираю все вот эти вот ярлычки свои. Максимум, что у меня на рабочем столе бывает, это одна папка, когда я делаю порядок. Я обо всем, обо всем рассказала, а примерить-то я их забыла. В общем, вот так вот они выглядят, эти кроссовки. Естественно, сейчас на мне платье, но вот они. Примерила. Называется. И мне кажется, что у меня ноги еще больше похудели. Спички прям. Короче, вот так вот смотрятся эти кроссовочки. Если вы думали, то присматривайтесь к Филарей, потому что они вышли после дизрапторов. Серж ездил на работу и после работы заехал в одно место, где он обычно покупает. Я не знаю, что это за место, но, по-моему, на каком-то очень большом рынке там есть какая-то лавка. То ли вьетнамская, то ли китайская. Китайская, скорее всего. И вот он там купил рамен. Кимчи рамен один, точнее два. Шин рамен. И вот такой какой-то новый. А это уже китайский идет рамен, а не корейский. Ну, будем пробовать. Перчик взял он нам вот такой вот. И еще взял Ким упаковку. Он знает, что Каролина любит, поэтому купил сразу много. Здесь я бы не сказала, что по граммам много. Мы обычно в Корее такой не брали, потому что он очень быстро заканчивается. Но здесь другого нет, поэтому решил купить такой. Каролина на велосипеде. Он ей уже стал маленький. Хотя покупали его в прошлом году. Я думаю, что может быть седло стоит поднять. Но в этом году она еще покатается. А у Леры тоже был здесь велосипед. Он маленький был. Ну, точнее такого же размера, но сейчас ей купили побольше. Он такой весь красивый. А вот этот как раз только в этом году и покататься. Тут там с окна что-то выливает. Что у тебя? У меня красивее, потому что чекотки. Красивее? Короткие. Ага, давай, езжай. Солнышко светит. Мы уже все сделали дела и по дороге зашли в магазин, чтобы купить мороженое. Ну, естественно, одним мороженым не обошлось. Мы в последнее время вот такие брикетики берем. Нам очень нравятся. И взяли потом такие сухарики. Почему-то я люблю сухарики в последнее время. Хотя раньше вообще их не ела. Миндаль взяли, орешки. Он очень вкусный. Поэтому мы часто берем. Смотрю, там черешня была. Нормально решили взять черешню. Сейчас полопать фарш. Взяли. Будем делать фаршированный перец острый. И пару яблок. Вот Каролина захотела яблоки. До этого всегда они были дома. А как и не стало, она постоянно говорит, яблоки, яблоки хочу. Ну и сок взяли. Гранату и вот такой. Все, пойдем сейчас на кассу. А потом уже пойдем домой. Смотрите, мы какие нашли здесь конфетки. Прикольные такие пандочки. Каролина решила взять. И еще вот такую арахисовую пасту. Смотрели по составу ее и очень хорошая оказалась. Никогда ее не ели. Сейчас возьмем, попробуем. Еще вспомнила, что ко мне приходила посылочка с одеждой, которую я хочу вам сейчас показать и примерить, как это все смотрится на мне. Мне вот эта посылка, последний мой заказ, очень сильно понравился. И я боюсь, что следующий заказ уже придется делать более такой теплый, потому что все-таки теплых дней здесь меньше, чем прохладных. А у меня именно летних вещей уже достаточно. Нужно что-нибудь, ну такое, с длинным рукавом заказывать, брючки, свитшоты какие-нибудь. В этот раз я тоже заказала себе кофточку с открытым плечом. Последнее время стали такие нравиться. И штаны, точнее это брюки, как-то они там назывались, Антон мне говорил, и я в общем забыла. Это когда классические брюки в повседневном стиле, что-то вот типа того. И они мне понравились, потому что у них достаточно такая легкая ткань. Их можно будет носить как с кроссовками за счет того, что у них есть лампасы, видите, там по бокам. И сами по себе они тоже красиво смотрятся, потому что, ну не знаю, серый цвет такой, достаточно универсальный, и можно будет носить каждый день. И сам такой топик, точнее это круп-топ. Ну конечно я не собиралась, честно говоря, эти две вещи носить вместе. Этот круп-топ я собиралась под юбочку какую-нибудь или под шорты, а сюда какую-нибудь такую блузку надевать под эти брюки. Просто сейчас так вот примерила. И ну ничего, так мне нравятся по отдельности эти две вещи. И на летние вечера как раз таки заказывала себе вот такие вот брюки. Я сейчас их примерила с каблуками, но мне не нравится такое сочетание. Я их собираюсь носить конкретно с белыми кедами. И у нас в Москве вечером очень прохладно, поэтому как бы такие брючки очень даже хорошо будут в такую погоду носиться. Поэтому я решила их заказать. Ну мне понравились они только чисто из-за своего такого необычного цвета. Они из легкого материала, но при этом как раз таки такой летний вариант. Единственное, что у меня рост метр шестьдесят, достаточно такой маленький, поэтому все брюки, которые должны выглядеть вот так вот на мне, они смотрятся на мне просто вот на всю длину. Вот буквально, наверное, в начале лета, как ворвались, знаете, в моду вот такие вот брюки с лампасами. И конкретно вот в такой расцветке, то есть черный, красный, белый. И они были как расклешенные, так и зауженные. И сейчас появились шорты. У меня не было в такой расцветке ни лосин, ни брюк широкого кроя. А я решила заказать шорты. И знаете, я сейчас подумала, наверное, это будут последние шорты мои на лето, потому что в любом случае их я здесь почему-то не ношу. Ну как-то вот погода что ли не позволяет или что, я не знаю. Ну вот как-то больше носится либо же платье в последнее время, либо же там какие-то брючки. Но тем не менее вот эти вот шортики я все равно заказала, потому что, ну, понравилось. Кстати говоря, вот с этим круптопом даже тоже ничего смотрится. Вы, наверное, знаете, что горошек сейчас снова актуален. И конкретно вот такой более крупный, скажем так. И поэтому я решила заказать вот эти юбка-шорты, скажем так. Это шортики, но из-за своего такого кроя трапециевидного они похожи на юбочку. Мне это очень нравится, потому что под мою фигуру, скажем так, под фигуру яблока, где сильно не выражена талия, очень прикольно смотрится. Ну, такие они классные. И, знаете, материал у них такой вот прям костюмный. Очень мне это нравится. То есть вот как смотрятся они. Прикольно. Ну, их можно будет надевать тоже и со шлепочками, и с кроссовками, то есть и с туфельками. Такие универсальные. И вот он, собственно, последний костюмчик, который я заказывала. Вообще, в последнее время часто бывает, что я заказываю какие-то костюмы. Я его планировала надевать на улицу, но я так подозреваю, что сделаю из него просто домашнюю пижамку такую. И все, не более. То есть здесь круп топик и эти шортики обычные самые. Больше ничего. Тоже, опять же таки, эти радужные лампасы. И вот здесь вот эта вот полосочка. Такой неплохой. Получился у меня домашний костюмчик. Сейчас сидела и отвечала на ваши вопросы в Инстаграме. Я думаю, что многие знают про вот такую фишку уже, которая появилась в Инстаграме несколько дней назад. Задавать вопросы. Я вообще в шоке была от того, что теперь еще и вопросы можно задавать. То есть Инстаграм заменил теперь все соцсети. А с КФМ теперь уже, получается, не нужен. На самом деле, это очень удобно оказалось. Вот так вот по-быстрому отвечать на вопросы. Можно как видеоответ сделать. Я, например, чаще всего, если это много вопросов, вот так вот скриню. И очень быстро это можно ответить на вопрос. И объемно, скажем так. Так что, если вы не подписаны на мой Инстаграм, то заходите, подписывайтесь и задавайте вопросы. И пока я отвечала на вопросы в Инстаграм, вспомнила, что так или иначе ко мне очень часто поступает вопрос, зачем тебе столько много обуви и одежды. Ну, по поводу обуви я могу сказать, что ее много не бывает. Не бывает одной универсальной обуви. Там все равно под какой-то образ, под разные выходы нужна своя обувь. Даже те же самые кроссовки там у меня, например, разделяются на более спортивные, более городские и тому подобное. А что касается одежды, я снимаю видео, я делаю фотографии. Естественно, мне нужно больше одежды. Я бы даже не сказала, что у меня ее очень много. То есть у меня одежда нормальная. Я бы не хотела, допустим, ходить в одной футболке. Потому что я все равно думаю, что человек одежда меняет и красит. У меня, например, даже настроение меняется, когда я там красиво выгляжу. Либо же я что-то там поменяла, что-то такое новенькое. Ну, вот просто получаю я от этого удовольствие. Вот так вот. Так что все ссылки на вот эту одежду, которую я сегодня вам показывала, тоже оставлю внизу в описании. Потому что только что несколько вопросов поступило у меня по поводу того, с каких сайтов ты заказываешь одежду. Хотя я регулярно снимаю видео по поводу своих покупок. Но так или иначе, на вот эти конкретно вещи ссылочки тоже будут в описании. Я сейчас пойду немножечко приборку здесь сделаю. И, может быть, сегодня еще буду снимать видео вечером. Ну, посмотрим. Кстати, по поводу сериала, который я смотрю сейчас, пространство. Я уже посмотрела один сезон. И пока что думаю, буду продолжать или нет. И, кстати, спасибо всем, кто написал в комментариях, что Небоскреб уже вышел в кино. Мы с Сержем обязательно пойдем, когда он приедет. Потому что он уехал в другой город и будет там, наверное, дня два где-то. Я сейчас снимала видео, и у меня в комнате сущий бардак. Нужно будет сейчас все это складывать снова, убирать. Кстати, показывала вам в новом видео такой брелочек, который не показывала еще пока нигде. Ну, вот те, кто смотрит мой влоговый канал, увидят заранее этот брелочек до выхода видео на основном канале. Оно уже будет, наверное, завтра, послезавтра. Вот так вот. На днях, может быть, пойдем пожарим шашлыка на природе. Вот я не знаю, мне, может быть, шашлык сам не интересен. Но именно вот этот вот сам процесс очень нравится. И плюс ко всему еще хочу овощи на мангале. Вот просто самой сделать и как бы все. Ну, посмотрим. Сержу тоже особо такое мероприятие не очень нравится. Ему просто сам процесс, когда мы собираемся, вот это вот ему нравится. И, кстати, в том влоге, где я рассказывала то, что мне было плохо, что мы вызывали скорую, я так и думала, что некоторая часть подумает, что я беременна, но я не беременна. Людям бывает плохо, женщинам по любому поводу, и не обязательно это там какая-то беременность. Вот, так что, возможно, кого-то я огорчила. И очень много вопросов, я не знаю, поступает почему-то, когда у нас будет второй ребенок, еще не скоро. Я уже отвечала на этот вопрос, второй ребенок у нас будет не скоро. Как-то вот так вот. Я сейчас уже пойду, наверное, отдыхать. На улице ужасно комары появились и мошкара. Я не знаю, с чем это связано. До этого вообще их не было. Может быть, их сезон пришел. Пойду сейчас уже отдыхать. И да, сегодня чуть-чуть такой был странный день у меня, потому что мы то по делам ходили, то это. Но достаточно продуктивно, потому что мы сегодня много дел сделали. Маме удалили еще зуб мудрости, представляете? А еще она потеряла свои часы, которые ей Антон дарил. Она расстроилась жутко из-за этого. Я говорю, не надо расстраиваться, я говорю, купим тебе новые. Ну, она говорит, типа, Антон подарил, говорит, а я их потеряла. Вот, немножко расстроилась. А по поводу зуба мудрости, вот у нее до сих пор был зуб мудрости. У меня только один остался вот здесь вот сверху. Я и то его хочу удалить, потому что зачем он мне потом будет приносить такие же неудобства. Я уже три здесь удалила, и это вообще просто кошмар был какой-то. В общем, я надеюсь, что вам этот влог понравился, и вы поставили ему пальчик вверх. Обязательно смотрите предыдущие влоги и видео на основном канале. И также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Все, увидимся с вами уже в следующем влоге. И думаю, что скоро какой-нибудь конкурс запущу именно на этом влогом канале. Всем пока!